Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Добрый день! Православную церковь сложно представить без богослужений. Владыка, в чем смысл богослужений? – Смысл богослужения в соединении человека с Богом. Прославление и воспоминание того или иного события, того или иного святого. И участие человека в этом прославлении. Это и назидание на учение, это и молитва, это и воспоминание о событиях, которые были. Это и непосредственное участие в этих событиях. Мы с вами уже говорили как-то о том, что большинство праздничных тропарей начинается словом «днесь», то есть «сегодня». Событие, которое исторически проходило, может быть, 2000 лет тому назад, мы не просто вспоминаем, собравшись, а переживаем, становясь его соучастниками «днесь», то есть «сегодня». Вот что такое богослужение. – Какие службы бывают в храме? Чем праздничные от будничных отличаются, утренние от вечерних? – Ну, утренние от вечерних отличаются временем суток, праздничные от обычных отличаются больше торжественностью, продолжительностью, вот, опять же, такой развернутой церковно-музыкальной стороной, там, где есть такая возможность. Ну, и, конечно, содержанием, вот, очень важно для человека, ходящего в церковь, научиться понимать, что поется и что читается в храме, и не просто понимать, а находить в этом, извлекать из этого пользу для своей души, потому что тексты, звучащие в храме, всегда очень глубоки, назидательны и очень важны для духовной жизни человека. – Ну, а как научиться понимать богослужение? Что важно знать мирянину тропари, праздников, стихиры и так далее? Можно ли подпевать хору? – Ну, научиться можно сегодня абсолютно всему. Во-первых, есть интернет, в котором есть вообще все. Есть все богослужебные книги, их можно или купить в храме, или же посмотреть в интернете. Там абсолютно все. Есть такая наука литургика, то есть наука о богослужении. Есть учебники по литургике, они есть и в продаже в любом, так сказать, крупном церковном магазине книжном, и в интернете. Все это можно историю богослужения, структуру богослужения. Вот все вот эти вопросы и еще десятков, пять других вопросов, которые могут возникнуть, они все, и на них можно найти ответы в учебниках по литургике. Не просто, конечно, верующему человеку, постоянно ходящему в церкви, в церкви, естественно, знать основные тексты. И действительно, это тропари праздников, это основные какие-то песнопения, которые, допустим, в храме поет весь народ, не хор, а весь народ. Это верую, отче наш, в других храмах еще какие-то прибавляются, вечером, там, Богородица, Дева, Радуйся, величание праздников, ну и так далее. Их достаточно много. Подпевать хору, ну, знаете, это вопрос сложный. Ну, во-первых, если есть хор, если есть хор, то лучше не подпевать. Вот, как у Лискова в одной из его книг, там, одну матушку, матушка одна рассказала, как она жила в монастыре, как она молилась, ходила в церковь постоянно. И, говорит, а я была, говорит, всегда на клиросе. Ну, то есть, там, где хор поет, всегда, говорит, на клиросе. Мне даже, говорит, 15 копеек серебром давали. Ой, матушка, а вы, говорит, каким голосом пели, первым или вторым? Да нет, говорит, мне давали за то, что я не пела. Потому что человек, который может петь, его, скорее, попросят в хор, если это, так сказать, не какой-то там концертный большой коллектив. А если человек петь не может, то лучше не подпевать, потому что будет просто мешать всем остальным. Тут важно, чтобы в храме пел народ хотя бы какие-то песнопения. В древности ведь вместо профессионального хора отвечал народ сам. Но с развитием богослужения, с развитием церковно-музыкальной стороны богослужения появляются профессиональные певчи, профессиональные хоры. И так уже немножко народ отстраняется от этого. В этом есть и плюс, и в этом есть и минусы, конечно же. – Вопрос от зрителя, спрашивает Владимир. Можно ли мирянина изучать и читать молитвы, которые священник читает тайно во время богослужения? – Можно. Можно. В этом нет ничего такого закрытого и недоступного. Можно читать для того, чтобы… И даже нужно для того, чтобы понять, что такое, допустим, богослужение, что такое литургия, что на ней происходит, что-то совершается. Конечно, нужно. – Следующий вопрос касается сокращения богослужения. Насколько эти сокращения обоснованы и допустимы? Есть прихожане, которым вечером трудно добираться домой. После 7-8 часов транспорт уже плохо ходит. И есть прихожане, которые расстраиваются из-за того, что службу сокращают. – Службы сокращают практически везде и всегда. Дело в том, что наше богослужение достаточно продолжительное. И поэтому вопрос тут в том, насколько грамотно и насколько правильно сокращают службы, чтобы от нее не оставался какой-то огрызок. Насколько сохраняется содержание и смысл богослужения. Я думаю, что, конечно, служить совсем уж долго, наверное, не стоит, потому что многим людям это сложно воспринимать, правда. Но и превращать богослужение в такое торопливое проговаривание бегом-бегом-бегом, когда ты приходишь в храм и видишь, что все спешат. Батюшка спешит, чтец спешит, хор спешит. Такое впечатление, как будто все на скорость стараются быстрее-быстрее-быстрее-быстрее и разбежаться. Это, конечно, полностью деморализует любого человека. И он просто прожмет плечами и больше не придет никогда. Потому что это непонятно. Если те люди, которые занимаются этим, они сами не любят того, чем они занимаются, они никакой любви не привьют никому. Они даже не поймут, зачем вообще все это, если он увидит, что от богослужения остались какие-то рожки-доножки. А это понятно, даже если человек не знает службы. Атмосфера, настроение, оно передается очень легко и очень быстро. Поэтому богослужение должно быть таким, завершаться достойно, внятно. Так, чтобы и находящиеся в храме могли понимать то, что поется, читается и совершается в храме. А по времени, ну, это уже где, как. Как зависит от усердия священника и от того, насколько он смог это усердие передать своим посолам. Интересуется Татьяна. Кто переводил тексты служб, стихи, канонов на церковно-славянский язык? Ведь многие изначально писались на других языках. Например, преподобный Иоанн Дамаскин не только текст написал, но и определил, какой из восьми глазов поется таким мотивом. Разработал систему прямых и косвенных глазов. Но сейчас у нас используются другие мотивы богослужения. Так называемый московский обиход. Сохраняется ли при этом какая-то система? Ну, да, многие служебные тексты наши, особенно это Актоих, о котором он говорит, Татьяна, его автор как раз преподобный Иоанн Дамаскин, были написаны передначально на греческом языке. Были тексты на арабском языке, допустим. Многие тексты уже были составлены на церковно-славянском языке. Это службы, скажем, из балканских стран или у нас в России. Поэтому тут переводчики были самые разные. Я думаю, что сейчас никто не назовет их по именам переводчиков, наших основных богослужебных текстов. Но это делалось достаточно давно. Я думаю, что с крещением Руси мы получили основных богослужебных книг, по которым потом впоследствии, которым прибавлялись еще другие, и которые расширялись уже за счет новых текстов, новых богослужений, написанных уже в России русской церковью. Что касается мелодической стороны, да, преподобный Иоанн Дамаскин создал систему так называемого осмогласия, восьмигласов. Это некие такие мелодические системы, которые меняются каждую неделю, каждую седмицу. От первого до восьмого, потом опять первый, потом опять второй и так далее. Эта система сохранилась в греческих церквах и в церквах, которые пользуются этим греческим мелосом. Но хотя сами мелодии тоже претерпели достаточно большие изменения, невозможно, потому что Иоанн Дамаскин – это начало истории христианства, это восьмой век, это с тех пор прошло более тысячи лет. И даже там, в Греции, тем более в Дамаске, откуда он был родом, почему Дамаскин, конечно, уже мелость совершенно другой. У нас в России сначала было знаменное пение, оно унисонное, которое было принято от Византии. Оно принято было немножко в другом виде, но у нас после нескольких столетий бытования обрело свои такие особые черты. Потом у нас появляются четырехмногоголосия, четырехголосия. Нынешние обиходы, их много, не только московские, их достаточно много. Даже в основе московского лежит в основном киевский напев. Киевские и московские – это не значит, что они там созданы в Киеве или в Москве, просто они использовались в большей или меньшей степени там или там. Но и сегодня наша система осмоглась, она существует, она совершенно другая, чем у Иоанна Дамаскина, но все равно основной принцип сохранен – это восемь напевов, которые меняются и внутри тоже имеют достаточно большое разнообразие. Одни напевы для стихир, другие напевы для тропарей, третьи напевы для ирмасов и так далее. Но это, повторюсь, тоже отдел литургики и истории церковного пения. Достаточно большой науки, которой занимается много очень, так сказать, ученых людей. А почитать об этом вкратце тоже можно, найдя в интернете соответствующую литературу. – Вопрос от Екатерины. Почему есть люди, которым нравится находиться в храме, даже если они пока еще ничего не понимают? И люди, которым тяжело там быть. Есть знакомые, которые говорят, мне в храме физически плохо. Как можно помочь своим родным прийти в храм к Богу? – Ну, своим родным помочь прийти в храм к Богу можно двумя путями. Первым – это чтобы родные видели, что вы христианка, и для них бы это стало неким таким примером, которым они захотели бы подражать. Ну, слова назидают, а дела влекут. Известная поговорка такая. Вот чтобы дела, жизнь увлекала, чтобы люди сказали, вот она христианка, надо становиться вот такой же, как она. И, конечно, объяснять, помогать своим близким, рассказывать им о том, что такое церковная жизнь, что такое церковь, и что такое жизнь со Христом, жизнь по Евангелию. Что касается вот этого частного случая, когда людям тяжело быть в храме, ну что ж, случается. У меня тоже встречались такие люди. Причины могут быть самые разные. Я даже не хочу сейчас их все перечислять. Начиная от психологических каких-то проблем и заканчивая, может быть, страхами и прочим. Люди ведь, знаете, к самым различным вещам относятся вот так вот и чувствуют себя некомфортно. Я думаю, это надо преодолевать просто, перестать бояться. И если есть рядом близкий человек, который может помочь, ну поддержать, в прямом смысле слова, даже вот так, под локоть, вот это надо использовать. И постепенно, постепенно человек приходит, это проходит. Вот, по крайней мере, у многих людей, которых я знал, так и было. Спасибо большое, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Спасибо. Спасибо, Господи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok